Со стрессом сегодня можно бороться по-разному. Кто-то заводит домашних хомячков, кто-то заводит кошек, кто-то собак. Но самое, наверное, спокойное животное это садовая улитка. Садовая улитка это, конечно, не улитка, а хатина, их следует отличать. Это улитка хатина, она водится в Африке и ее специально покупают в магазинах. А садовая улитка, она, можно ее найти просто на улицах или, может быть, в огороде, в садах. Садовая улитка достигает достаточно крупных размеров, это не такая уж маленькая улитка. И за ней вовсе несложный уход, и чтобы с ней хорошо поладить. Как можно устроить хорошую жизнь для улитки? Ну, это можно сделать небольшой террариум. Террариум из обыкновенной банки. В данном случае использовалась двухлитровая банка. В дне проделалось специальное отверстие. Оно может быть бесформенное или просверленное специальным сверлом по стеклу. И снизу сделан поддончик. В банке внутри насыпан грунт из соотношения равное количество песка и молотого кофе, чая, оставшейся заварки чая для такой пористой поверхности. Также, конечно, для этой цели можно использовать... Вот как она замечательно ползет по банке. Для этой цели можно, конечно, использовать... А я, видно, очень полюбилась эта банка. Можно использовать торфяной грунт, но не грунт с садов и огородов, где используются удобрения, потому что иначе она обязательно погибнет. Зачем у улитки нужен грунт? Она туда закапывается. Она туда закапывается обычно на дневное время суток и ведет активный образ вечером и ночью. В данном случае в банку был посажен лук, который может расти... Сами, наверное, наблюдали, да? Он может расти в мешках, в пакетах, под столом. И он очень неприхотлив в том, чтобы пускать свои ростки, а по ним им очень удобно ползать. Также туда был посажен... Это высокий такой одуванчик, огородный. Не обычный маленький, а высокий одуванчик. Он здесь скручен. И он очень хорошо им идет в пищу. Они его лопают только так. Также им в питание может уйти листья традисканции, различные листовые овощи. Или морковь, редис. Такие сырые вкусные овощи, которые они очень любят. Садовая улитка. Что нужно нам о ней знать? Такого может быть... Какие же тогда недостатки? Но дело в том, если вы заводите новую садовую улитку и берете ее с улицы, то вы не знаете, носителем чего является эта улитка. Потому что улитки, а садовые улитки, вообще брюхоногие, они являются промежуточными носителями ленточных червей. Как одна из циклов развития ленточного червя является у брюхоногих. Ну, данная улитка была промыта, прокормлена, так что она все пропустила через себя. После нее тщательно мылись руки. И она теперь уже стала настоящим домашним питомцем. Также туда, в ее террариум, можно посыпать различные семена. В данном случае была посажена трава для кошек. Она уже пустила такие тонкие, узкие листочки. И эта улитка будет ими очень радостно питаться. Видно, очень нравится ее дом, потому что она поползла уже на банку, сама внутрь хочет заползти, где видит свои любимые вкусности. Вот она пытается даже банку как-то прогрызть. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. С вами канал. То, что нужно знать каждому.